Привет! Спасибо, что решили посмотреть мое видео. Сегодня мы будем рисовать ворону из мультфильма «Попугай Кеша». Для этого мы возьмем зарядку, как всегда. Для начала нам понадобится серый цвет. Серый цвет нам нужен для клюва. Обязательно смотрим на картинку. Для того, чтобы нам нарисовать какого-то персонажа, обязательно нужно его срисовывать, потому что он уже есть, он уже готов. Ничего придумывать не нужно. Поэтому мы либо распечатываем картинку, либо просто, как я делаю с фотографией другого телефона. Итак, нужно обязательно подобрать все цвета, такие же, как на картинке, и правильно распределить наш дизайн на нашем предмете, либо на ногте в последующем. Итак, я хочу дать подсказку, с чего лучше начинать. А начинать лучше с какой-то более видимой, более объемной части картинки. В данном случае я начну с клюва, потому что он занимает большую часть нашего персонажа. И когда мы уже распределим клюв, то от него мы уже начнем рисовать остальные части тела и платья, потом ноги. Поэтому картинка всегда должна быть рядом, чтобы мы на нее ориентировались. Итак, я рисую приблизительно наш клюв, только приблизительно. Потом уже будет видно, что где мы, нам не хватает, и мы будем дорисовывать. Здесь ничего страшного нет. Либо, если не понравилось, мы стерли и рисуем снова. Нарисовали клюв, закрасили его. Приблизительно довольный результат. Просушили в лампе. И переходим к следующей части. Это нам нужно сделать наше платье. Потому что вторая часть, которая будет нам удобно рисовать и занимает тоже большую часть, это платье. Платье, как вы видели, у нас нежно-голубого цвета, Поэтому из синего я разбавляю белый один тон, и потом еще добавляю белого. И из первого тона я добавляю во второй. Тогда только у нас получился наш цвет, который нам нужен. Как я всегда говорю, не обязательно иметь миллион цветов. Достаточно просто научиться их смешивать. И так же с картинки смотрим, где у нас на клюве начинается платье. С другой стороны смотрим. И начинаем рисовать. Потихонечку, не торопясь. Если что, можно стереть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделали очертание платья, теперь можно закрасить. Закрашиваем, не нажимаем сильно на кисть. Просто заполняем наше платье. Заполнили, посмотрели, все ли нам понравилось. И просушили в лампе. Следующий этап у нас идут ноги. Смотрим, где на картинке у нас начинаются ноги. И приблизительно, какая у них длина. И делаем все то же самое. И толщина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ноги нарисовали, выделили наши пальчики и переходим к голове. Также приблизительно начинаем рисовать овал, такой же, как на картинке. Сначала все приблизительно, потом мы также можем либо подтереть, либо дорисовать. И когда я начала рисовать голову, я уже поняла, что клюв меня не устраивает и что я буду его дорисовывать. Здесь все линии, все изгибы мы просто повторяем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорисовываем Дорисовываем Переходим к глазам Берем белый цвет и рисуем точно так же, как на картинке, в тех же самых местах. Потому что если мы начнем добавлять что-то от себя, персонаж у нас просто не получится. Будет похоже просто на ворону, но не с этого мультфильма. Нарисовали белым, просушили в лампе, добавили черные точки, тоже просушили в лампе. И переходим к прорисовкам тонкой кистью. Берем гель-краску, у меня гель-краска без липкого слоя, тонкую кисть, пропитываем ее краской и делаем прорисовочки. И когда мы делаем прорисовку, то уже видно, где что не достает. Вот видите, например, на клюве. Я потом это все подкрашу серым цветом, ничего страшного. Продолжение следует... Продолжение следует... Сделаем складочки. На платье точно такая же рваная оборочка. Подчеркнем, что ворона немного пушистая. Подзакрасим серым цветом, где у нас что просвечивает. Бантик нарисуем сначала беленьким, чтобы на черном фоне не было грязного цвета. И затем просушим в лампе и обведем розовым. Затем все обведем черным гель краской. Теперь рисуем мусорный бак. Также проводим линии, как на картинке. Цвета все также подбираем, как на картинке. Что находится в мусорном баке приблизительно. Рисуем все приблизительно, но цвета должны совпадать. Там есть и оранжевый, и желтый. Все это мы делаем. Потом делаем очистание консервной банки, листья. Все это обязательно нужно делать. Ну вот, мы закончили. Просушиваем хорошенько все в лампе. Затем перекрываем просто топом, без липкого слоя. Тоже хорошенько, там минуты две просушите в лампе. И дизайн готов. Спасибо всем за просмотр.